Приветствую вас, Татьяна, я прочитал ваш текст. Давайте мы его с вами разберём сейчас. Вы понимаете, какая штука? Вы пытаетесь, как мне кажется, совместить две сферы, которые в общем целом совмещаются, далеко не всегда. По сути, вы игнорируете своё природное доходство, вы игнорируете свои природные плюсы, вы игнорируете свои природные, так сказать, пропорции, скажем так, которые у вас здесь. Пытаясь запихнуть эти пропорции в те рамки, которые вы сами себе в силу ряда причин придумали. Понимаете? Значит, когда вы танцуете, когда вы танцуете, всё-таки это даниц, это хомби, это всё-таки в большей степени может быть какой-то спорт, но когда, если речь идёт о мышком внимании, здесь дело не в танцах, здесь больше дело в том, насколько вы раскрываетесь, как женщина, как женщина, понимаете? И у кого-то получается свою женственность раскрыть в танцах, а у кого-то нет. И вот те девушки, которые на расхват, они как раз-таки раскрывают свою женственность именно в танцах, но у вас этого не получается. И это не означает, что вы в меньшей степени, что вы в меньшей степени женщина. Это скорее означает просто, что вам свою женственность нужно раскрывать где-то в другом месте. как-то по-другому. Вот. Значит, это ключевой момент. То есть, ключевой момент, развести желание танцевать и восприятие мужчин, как партнёров для танца, и желание быть женщиной, и, соответственно, восприятие мужчин, как мужчин. Потому что в зависимости от, повторюсь, ваших пропорций, вам свою женственность именно раскрывать нужно там, где она раскрывается вполне всего. А это не танцы, даже при условии, что сами танцы вы любите. Есть у меня ощущение, вот ощущение у меня возникло, исходя из того, что вы написали, возникло у меня ощущение, что вы себя недооцениваете. Есть ощущение, что вы себя обесцениваете. Я это ещё понял по вашей фотографии. Но вы пишите, что сравниваете себя с девушками. Раз. Расстраиваетесь из-за того, что мужчина не обращает на вас внимание. Два. Сравнивание себя с другими уже является признаком обесценивания себя. Когда человек больше ориентируется на других людей, когда человек больше ориентируется всё на те же рамки, вот, а не на себя самого. Это первое. И это идёт из детства, когда родители были достаточно отдалены от вас, и когда, в общем-то, спросить что-либо у родителей было достаточно проблематично. Ну, просто потому, что они вам не отвечали. когда ребёнок не получает в полной мере информацию о том, что происходит, он начинает обращаться к другим людям. И инстинктивно других людей ставит ваще. А не доверяет себе своим чувствам. Вот как вы не доверяете себе, не доверяете природе своей женственности, и пытаетесь раскрыть её там, где вот ваш мозг интеллектуально говорит лучше. Ну, это далеко не всегда. Так. Да? Дальше. Вы расстраиваетесь из-за того, что мужчины вроде обращают на вас внимание. Смотрите. Во-первых, у вас есть ожидания. Вы говорите, мне хочется внимания мужчин. Да, внимания мужчин хочется. Ну, как я уже сказал, для этого необходимо а максимально раскрывать свою женственность, и б понимать, что женственность у каждой женщины своя, и мужчин, эта женственность притягивает своих, то есть, ну, определенных мужчин, которых может просто не быть на этой дискотеке, может просто не быть в данном обществе, и так далее. То есть, ваша женственность является, является, ну, условно говоря, вещью в себе. Как бы. Да? То есть, это такая вполне самобытная, если угодно, история, и никак не характеризуемая количество мужчин, которые на вас обращают внимание. Просто потому, что у тех девушек, которые более на нас хотят, может быть, другая женственность. Понимаете? Вот. Поэтому. Возникает вопрос, а почему вам так нужно внимание мужчин? Вот. Как вам сказать? Вот. Вы ставите в качестве аксиомы свое желание, да, свою потребность во внимание мужчин, но это не аксиома. Это не аксиома. Это вследствие определенной потребности. Понимаете? Вы можете сказать, любая девочка очень хочет, чтобы мужчина, там, большее количество мужчин обращали на него внимание. так, а вы задумайтесь, почему любая девушка хочет? Что она получает от этого? Когда, когда мужчина обращает на нее внимание. Когда мужчина обращает внимание, девушка чувствует себя женщиной. И вы можете чувствовать себя женщиной. Вы можете чувствовать себя женщиной постоянно, вне зависимости от того, обращая на него внимание мужчины или нет. Для этого свое желание необходимо принять и раскрывать ее там, где, где она раскрывается, а не там, где вы себе сами определились и наметили. Понимаете? Как знаете? Какая штука. Ну, в качестве примера я мог бы привести свою собственную историю. в том, когда я получал первое высшее образование. Это была юриспруденция. Вот. Я вот внешне чувствовал, что это мое. То есть, ну, как бы гуманитарная история. Значит, нужно много говорить. наличие наличие так сказать семантики смысловой это то, что для меня очень важно. Потому что если этого нет, я практически не могу изучать материал. Вот. То есть, все вроде было бы хорошо. И вот до определенного момента я чувствовал, что да, это меня раскрывает. Но после, нет. После, вот в какой-то период, в какой-то период я подчеркнул, что нет, я не могу. Это уже не раскрывает меня. Я подчеркнул рамки, я подчеркнул тесноту. И тогда это сподвигло меня к тому, чтобы заняться в психологии. Сейчас занимается психологией уже ну почти 7 лет. А я понимаю, что даже психология в какой-то степени меня все равно ограничивают. То есть, в меньшей степени, чем юриспроцентал, но тоже ограничивают. И не так резко, как тогда, но я смотрю на другие всередительности, где бы я мог еще более максимально, еще более полно раскрыться. Знаете, какая штука. А не так, что вот ты выбрал что-то одно, и ты двигаешься туда, и ты двигаешься там. Понимаете? для этого вам необходимо уметь полагаться на свои чувства, уметь полагаться на свои ощущения, исследовать им. Вы же, когда сравниваете себя с другими девушками, когда расстраиваетесь от того, что мужчины не уделяют вам внимания, вы же весь как бы работаете головой, интеллектом, а это вам на самом деле вредит только. человек. Вот. Ну и в целом, в целом, про вашу потребностную сферу, я бы наверное больше бы, даже как про эмоциональную сферу, я бы больше бы поговорил, потому что у меня сложилось впечатление, что вы такая очень бойкая, очень такая активная женщина, но при этом мне вот почему-то показалось, что у людей может создаваться ощущение, что вы поверхностно достаточно. Вот. А мне бы не хотелось, чтобы это было так. То есть я могу ошибаться, но вот эта вот поверхность, она ну вот очень сильно чувствуется от вашей фотографии. я могу ошибаться, это не точно, это уже рабочая версия, но тем не менее. Поэтому в потребностной сфере вам обязательно нужно поработать, как и со своей женской моделью поведения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена идея при этом позиции на 2 2 2